Добрый день, уважаемые! Я хочу продолжить маленький такой цикл мини, ну, лекция это громко сказано, мини-рассказов про фильтры и фильтрацию в аквариуме. И сегодня я бы хотел поговорить о том, с чего начинается любой фильтр и о том, чем он заканчивается. Ну, то есть, это я так заковыристо подхожу к теме, как правильно устроить ввод воды из аквариума в фильтр и как корректно вывести ее обратно из фильтра в аквариум после очистки. Потому что тут тоже есть довольно большое количество всяких разных нюансов, и эти нюансы весьма желательно, ну, учитывать, потому что ошибок получается масса, и эти ошибки потом оказываются достаточно такими болезненными, неприятными. Ну, то есть, было бы всем гораздо лучше, и вам, и вашим рыбам, если бы вы на все грабли не наступали. Поэтому я вот о своих личных граблях хочу рассказать. Итак, начнем с того, как забрать воду из аквариума в фильтр, естественно, не засосав фильтр в его обитателей. Смешно звучит, да? Не поверите. У меня не только всякие там креветки, улитки и малькиры попадали в фильтр. У меня однажды там пару недель жила, ну, такая, средних размеров апистограмма какодуха, самец. И я с ума сошел, отыскивая, если не живого этого самца, то хотя бы его бренное тело где-нибудь, или там останки недоеденные. А потом мы при периодическом уходе, ну, при уходе за фильтром, когда его разобрал, обнаружил его там вполне себе живого и здорового, ну, только слегка такого удивленного. И благополучно вернул его в аквариум. И если вы спросите, а чем же он там дышал и питался, ну, дышал, понятно, той самой водой, которая приходила из аквариума и содержала весь тот растворенный кислород, который должен быть, а питался креветками и улитками, которые тоже попадали в аквариум через тот же фильтр. То есть вот эта проблема засасывания обитателей аквариума, мелких особенно, фильтра, она очень-очень острая. В принципе, сегодня каждый фильтр, который продается, комплектуется такой заборной решеткой. Вот вы можете видеть на конце стандартный маленький фильтрик и вот решетчатый такой кончик, на нем решеточка. Ну, сазан какой-нибудь крупный в эту решетку, конечно, не пролезет, а всякая мелочь запросто пролезет. И я встречал людей, которые вот туда вот в самый вот этот вот кончик фильтра засовывают клок, например, синтепона и таким образом и добавляют немножко ему степень защиты, степень очистки, вернее, потому что синтепон наиболее грубую грязь удержит и не позволяют всякой аквариумной мелкой живности туда пролезть. В принципе, наверное, это правильно. Я лично так не пробовал, но особых проблем не вижу, почему бы это не работало. Но я предпочитаю другое решение. То есть существует, проблема-то в общем-то общеизвестная, существует такая стандартная достаточная часть, которая ставится почти на любое, может просто на любой фильтр, который называется префильтр, то есть предварительный фильтр. Вот на слайде вы можете видеть несколько таких префильтров, то есть вот вся правая часть это разные модели префильтров. Они могут быть сделаны из губки, которая натягивается на вот этот самый заборный патрубок, как фильтр. Они могут быть сделаны из сетки, из нержавейки или там иметь довольно сложное пластиковое строение. У них у всех есть там свои плюсы и минусы. Самый простой доступный, это вот такая губчатая вещь, стоит пол копейки, продается там, хотите на Алиэкспрессе, хотите в Амазоне. Могут в магазине вам продать, потому что они предварительно купили это на Амазоне или в Алиэкспрессе. И в общем-то вещь хорошая. Я пользуюсь такими префильтрами губчатыми много месяцев. В принципе, я очень доволен. Единственная проблема с ними, она в том, что поскольку префильтр такой, он первым стоит на пути фильтрации, то он довольно быстро забивается. Что значит довольно быстро? Ну вот в моем, допустим, аквариуме от одной до двух недель префильтр насасывает всяких там, ну какой-то мелкой мути, кусочков маленьких водорослей. Всякое безобразие. Это его забивает, и я это вижу по тому, что резко падает поток, выходящий из фильтра воды. Вот когда я вижу, что он начал так серьезно сокращаться, и вот в моем случае, опять же, это где-то от одной до двух недель занимает работа фильтра, значит нужно взять, аккуратненько префильтр прополоскать, выбросить из него всю эту гадость, поставить на место, он будет еще прекрасно работать. Вот такой губчатый префильтр, ну я обычно меняю раз, ну может в месяц, в два месяца. Честно говоря, можно было бы менять и реже, мне просто, ну как, я покупаю их зачем-то, надо же использовать то, что покупается. Потому что на самом деле он довольно многоразовый, ну разве что он совсем забьется там как-то намертво, или же порвется, но это уж совсем редкий случай. То есть вот префильтр вещь нужная, на мой взгляд, если у вас рыбы и вообще любые обитатели, ну хоть чуточку потенциально способны пролезть в отверстие заборника, пожалуйста, поставьте префильтр. Кучу времени сэкономите. Ну а чистка префильтра, ну подумайте, что если бы префильтра не было, то вся эта грязь, которая его забила, она попала бы в большой фильтр, в сам фильтр, и вам бы пришлось чистить уже его, а это значительно менее приятно. Вот, собственно говоря, на мой взгляд, все, что нужно знать по тому, как правильно забрать воду из фильтра в аквариум. Значительно интереснее и многообразнее ситуация по поводу того, как ее туда возвратить. Ну представьте, современный фильтр, обычно его мощность, по крайней мере номинальная, расчетная, в 7, а иногда в 10 раз превышает объем аквариума. Ну то есть, что это значит? Если, например, ваш аквариум 100 литров, то вам желательно поставить фильтр, который, ну по крайней мере, теоретически гоняет 700 литров в час. То есть, фильтр должен за 1 час 7 раз поменять воду в вашем аквариуме. На практике это будет, конечно, не 7 раз, это будет меньше, потому что он все равно там в нем фильтрующие материалы, небольшое забитие такое совершенно нормальное, но где-то раза 3-4-5 он все равно должен прокрутить вашу воду. И учитывая, что в современной аквариумистике аквариумы считаются маленькими, которые 100 литровые, когда-то в молодости 100 литровый это был аквариум гигант недостижимый, ну неважно, то, соответственно, ваш фильтр должен пробрасывать за час, ну скажем так, 700 литров воды, если 100 литровый, или чуть больше. Вот мой, например, основной фильтр, он тысячник, то есть у него кубометр воды за час он шурует. Представляете, какой это поток выходной из трубы? То есть, соответственно, этому фильтру ставится насос, и он делает свою работу. То есть, если этот поток выходящей воды из аквариума просто вот тупо из трубы направить в аквариум, то вы получите два красивых в кавычках эффекта. Во-первых, если у вас есть там грунт и растение, то растение просто вымоет нафиг, а грунт будет в непрерывно взвешенном состоянии, а во-вторых, рыбы будут по этому течению мотаться. Одним рыбам это нравится, они с него кайфуют. Я видел много раз, как, например, разборы эспеи просто специально так это катаются на течении, ну не знаю, как дети на катке, а других рыб это может просто добить, или во всяком случае им это не понравится. Поэтому одна из насущных проблем, это как, не уменьшая производительность фильтра, все-таки уменьшить вот эту всеразрушающую скорость выходного потока. И тут есть более или менее три решения. Первое решение это водопад. Вот водопад вы видите здесь на рисуночке, то есть вода возвращается в аквариум не в воду, а немножко над водой, там 5 сантиметров, чуть больше, чуть меньше, непринципиально. Что это дает? Ну, как бы получается, что вся энергия фильтра, она направлена не в аквариум, а в воздух. И в аквариум просто, ну вот падение струи воды с высоты, ну сколько, ну 5 сантиметров. Ну какая уж там энергия? Это как бы не страшно, то есть он гасит энергию. Из плюшек водопад дает очень хорошую аэрацию, то есть поскольку вода вот на этом коротком пути проходит через воздух, она попутно воздухом насыщается. В принципе, существует такая точка зрения, что если у вас стоит фильтр с водопадом, вам вообще не нужен распылитель воздуха в аквариуме. Я не знаю, я ставлю. У меня есть водопад, у меня есть распылитель, по крайней мере ночью он включается. Мне кажется, что тут лучше пересолить, чем недосолить, переаэрировать, чем недоаэрировать, но в принципе такой вот возврат воды, он, конечно, производит аэрацию. Это в плюсе. Все остальное это минусы. Минус номер один. Он не бесшумный. То есть это, конечно, не Ниагарский водопад, поменьше, но некоторый шум от него будет обязательно, гарантированно. Хотя это вопрос вкуса. То есть шумы водопада, падающая вода многим нравится. Мне, например, нравится, но не всегда. Во-вторых, чуть-чуть что-то отклонилось куда-то, он вам забрызгивает все, что сможет забрызгать. Ну, например, лампу, которая греет вам аквариум, не греет, то есть греет тоже, но вообще-то освещает аквариум. Стенки может куда-то попасть там, в округу. То есть нужно следить, чтобы вот эта вот водопадная выбрасываемая струя была правильно направлена. И если у вас аквариум травник, и в нем впрыскивается из баллона углекислый газ, то вот такой водопадик сведет ваши усилия по насыщению воды углекислым газом. Но если не на полный ноль, то, по крайней мере, сильно их уменьшит. Дело в том, что вот это вот перетряхивание поверхностного слоя воды, которое он производит за счет своей водопадной работы, оно как бы провоцирует более быстрое удаление углекислого газа, и поэтому труднее прийти к хорошему насыщению. Вот просто проверено на горьком опыте. Ну, как на горьком опыте? Меня на самом деле устраивает. Но я помню, что начиная с того момента, когда я поставил себе в аквариум рюкзачок, я, по-моему, ни разу не смог дойти до там этого вожделенного зеленого цвета в дропчекере, который соответствует насыщенности углекислого газа. Правда, мне и так хватает, но тем не менее. Это вот первое решение. Второе решение – это так называемая флейта. Вот если вы хоть раз в жизни видели дождевальную установку, то вот это оно и есть. То есть это такая труба, в ней насверлены маленькие дырочки, и вода из фильтра идет в эту трубу, и потом из всех дырочек маленькими струйками она выбрасывается. Дырочки можно направить куда угодно. Можно направить вверх, тогда у вас будет ряд фонтанов декоративных. Можно направить, не знаю, в центр аквариума, тогда тоже будет типа как бы водопада, но не одного, а куча мини-водопадов. Можно вниз, тогда у вас будут как бы входить струи. Можно эту флейту поставить, погрузить в воду, можно оставить над водой. Короче говоря, решений бесконечно много. Что дает такая флейта? Ну, во-первых, хорошую аэрацию, если она стоит над водой, или же, если не над водой, то хотя бы струя из флейты, она как бы выходит к поверхности, она воду там перемешивает. Как ни странно, я до сих пор не могу этого понять, от флейты довольно приличное течение образуется. По идее, вот маленькие отверстия не очень, но, тем не менее, работает закон Бернули, и в маленьких дырочках скорость водяного потока очень серьезно возрастает. Тут, возможно, опять эксцессу. У меня, например, как-то раз я сильно получил по шее от жены за то, что не досмотрел. Я менял в аквариуме воду, соответственно, уровень воды понизился, и флейта, которая у меня была, в принципе, погружена под углом 45 градусов кверху, то есть в штатном порядке было все замечательно. Она мне так перебулькивала слегка верхнюю часть воды и не создавала лишнего течения, то есть было супер хорошо. Но когда я начал воду менять, и понизилась вода, я же ее откачивал из аквариума, то эта погруженная флейта превратилась в непогруженную. И все мои роскошные стройки из фонтанчика побежали прямо на нашу, ну пусть и не свежую побеленную, но все-таки относительно приличного вида стену. Ну и сопровождалось это все потерей аквариумной воды, порчей штукатурки и неприятным выяснением отношений с домочадцами, особенно с некоторыми. Вот, то есть флейта, в принципе, это хорошее решение, совершенно работоспособное. Оно у меня месяцами стояло, но вот у нее есть нюансы. То есть нужно быть внимательным, и самое главное, вот нужно учитывать, что все-таки на выходе из вот этих дырочек течение создается очень серьезное. Есть решение другое. Называется оно по-английски lily pipe. Ну по-русски получается что-то типа трубчатая лилия или лилия трубы. На самом деле это больше не на лилию похоже, это похоже на калу есть такой цветок. То есть тоже делается или из пластмассы, или из стекла вот такое расширение. И вот это расширение, и есть вывод из аквариума. Его можно поставить над водой, тогда вы опять же получите водопадик небольшой, а чаще его ставят прямо в воду. И тогда, что получается, действует опять же закон Бернули. При увеличении сечения трубы, а на конце лилии, конечно же, оно увеличивается, скорость потока довольно резко падает. И в результате как раз вы получаете ровно то, что вы хотели. То есть у вас большая масса воды распределяется с не очень большой скоростью. И это, соответственно, производит значительно меньший разрушительный эффект, чем оно было бы при другом раскладе. Значит, какие тут есть, ну скажем так, неприятные особенности. Первое. Вот если у вас лилия стоит, то вы не очень способны увидеть, есть там течение или нет, и какой оно силы. Собственно говоря, она для этого и предназначена, чтобы ослабить течение. Но она его так ослабляет, что вот на глаз не всегда видно. В результате одна из базовых процедур аквариума, вот я пошел, допустим, там утром рыбок покормить, я сразу автоматом смотрю на то, как у меня работает фильтр, хорошо ли из него выходит вода. Потому что если фильтр, биологический фильтр, вышел из строя на несколько часов, то скорее всего население его, в смысле бактерии, сдохнет. И, во-первых, когда он вернется к работе, он продуктами их распада отраит вам всю воду в аквариуме, что не есть хорошо. А во-вторых, в качестве биологического фильтра, который делает свою работу, ну минимум пару недель, вы его лишитесь. Потому что пока там восстановится нормальная популяция бактерий, это заменимает время. Поэтому как бы фильтр должен работать. Его можно там, допустим, при обслуживании отключить, ну там на десятки минут, ну на часик. Больше уже не стоит. А если вы не заметили, полили и залили, что у вас вода не течет, то это может привести к неприятным последствиям. Второй вариант, это если по любой причине, ну например, не знаю, там, вдруг отключилась электроэнергия в доме, у вас фильтр остановился. Или вы делаете там какую-то уборку в аквариуме, фильтр выключили. Или он просто забился. Так вот, если из лилии не льется вода, то в нее заползают или заплывают все, кому интересно. А интересно будет, ну если не всем набитателям аквариума, то многим. Соответственно, они могут, в принципе, запутешествовать, особенно улитке, прям до самого фильтра, если нет потока, прикрепляясь к стене и медленно ползя. А потом, ну в общем, это создает вам лишние проблемы. То есть, вот за этим нужно как-то следить. Но, в принципе, вот из мной испытанных решений, они все три, как бы, у них есть свои плюсы, свои минусы у водопада, у лилии и у флейты. Вот сейчас, сегодня, например, у меня стоит лилия и стоит водопадик. Раньше стояло вместо лилии и флейта. Мне нравится, как работает лилия, но надо просто внимательно смотреть. Теперь еще один нюанс. Как это все расположить геометрически в аквариуме? Ну, есть миллион там целые форумы, заполненные многочасовыми или многостраничными обсуждениями, как надо, как не надо. Общая концепция очень проста. То есть, правильная постановка фильтра должна наладить правильное течение воды в аквариуме. Что означает правильное течение воды? Это означает две вещи. Самое главное. Нет застойных участков, то есть, вода везде движется. И второе, но тоже очень важное. Нет слишком сильного течения ни в одном месте. То есть, оно все так это потихонечку, не торопясь, куда-то движется. Вот это идеальный вариант. Ну, вот одна из традиционных схем у меня здесь приведена на вот этом слайде. То есть, как бы, стоит лилия немножко в верхней части, направленная к дальней стенке, а в нижнюю часть опущен заборник при фильтра. И вот теоретически вода вот циркулирует по вот этим вот стрелкам, которые вы видите, и все довольны, и все хорошо. Ребят, никогда не верьте тому, что вы видите на таких схемах. Это никогда так не будет. То есть, в любом случае образуются застойные зоны из-за, не знаю, из-за растений, из-за коряк, из-за условия грунта, из-за еще чего-нибудь, из-за не знаю, чего они будут. Наладить точное течение. Это нужно целую систему трехмерных поплавков, чтобы они показывали, где как что течет. Я вот много думаю, как бы технически выполнить, пока не придумал. Но, в общем, это сложная задача. Это чисто метод проб и ошибок. То есть, сегодня попробовали так, вроде хорошо, прошла неделя, там чего-то вылезла проблема, значит, пробуем как-то еще, и так далее, и так далее. Вот только в таком режиме оно у вас будет работать. Ну, и, в общем-то, вот это вот конец теоретической части. И в качестве некоторой иллюстрации я хочу показать, вот как это организовано у меня в аквариуме. Ну, вот здесь вы видите мой аквис 1000, канистры фильтровизу, там видны его фильтрующие части, вся эта керамика, а вот он, две трубки, это забор и выброс воды. И вот я как раз, у меня большие подозрения, что у меня не то что-то с фильтром. Я вот его поднимаю, видите, вот она лилия, и я вижу, что из лилии практически не течет ничего. Немножко я это дело ухудшил тем, что поднял, потому что, как бы, на большую высоту поднять мотор не справляется, у него есть определенные ограничения. Но, тем не менее, понятно, что, значит, пора чистить прифильтр. Поэтому вот я беру, поднимаю аккуратненько вторую трубу, которая забирает воду, и к ней прикреплен прифильтр. Я раньше прифильтр старался снимать непосредственно в аквариуме, но отказался от этой идеи. Вот пока я его снимаю, то вот как раз вся вот эта мелкая живность, она забирается. Поэтому вот я его поднимаю, видите, вот наконечник заборной трубы и прифильтр. Вот я сейчас вместе с наконечником прифильтр сниму, так удобнее. Поставлю трубу как где-то над уровнем, так, чтобы никто туда не залез, и пойду мыть. Вот я беру прифильтр, набираю воды, и видите, какая она черная, красивая, вот это весь ил, который прифильтр набрал. Слили, налили новой воды, обычной, из-под крана, повторили, и повторяем до полного удовлетворения. То есть до тех пор, пока вода не будет достаточно прозрачной. Но по моему опыту это где-то, ну, близко в 10 раз нужно поменять воду, и она заметнейшим образом очистится. Вот сейчас мы этим будем заниматься. Уже сейчас видно, что вода после фильтра, она менее черная. Кстати, техника мойки, она предельно простая. Это же губка. Значит, сжимаем, разжимаем, она воду выпускает, впускает, и при каждом выпускании уходит. Ну, вот она уже почти что прозрачная вода, то есть уже можно, как бы, с ней не делать. Кстати, на ощупь сразу же сама вот эта губка, она становится немножко другой. Я не уверен, что я смогу словесно описать это ощущение, но вот ощущается, что она по-другому. Ну, и, в общем-то, видимо, мы более или менее дошли до конца. Теперь такой нюанс. Вот сейчас его сразу, я не буду возвращать в аквариум, я хочу его один раз сполоснуть в осматической воде. Это может быть лишнее. То есть можно вполне обойтись без этого, потому что достаточно губку хорошенько отсушить, просто ее сжав, и воды с хлором, и со всякой гадостью в ней не будет. Но у меня есть осмос, поэтому мне так проще и удобнее. То есть вот я разик его сполоснул в небольшом количестве осмоса. И теперь можно просто одеть аккуратно прифильтр на положенное ему место, и все это сооружение очищенное вернуть. В принципе, я внизу завернул кранике, поэтому оно должно, после того, как я включу фильтр заново, должна начаться работа. Но это теоретически. Практически нередко бывает, что вот так включаешь, а фильтрация не идет. Дело в том, что один из главных законов фильтра, любого причем фильтра, это в нем не должно быть незаполненных водой труб. То есть незаполненная водой труба блокируется, и если из нее вытекло, то уже не идет. Ну вот видите, ни черта не идет. Значит, эта ситуация неприятная, но часто встречающаяся, поэтому у меня наработана технология решения. Я вот взял обычный китайский дешевый сифон, подрезал его, и так совпало, что он у меня как раз входит вот этим отрезанным концом в трубу моего фильтра. А дальше все просто. Этого не видно в кадре. Там я вам на эту синенькую грушу несколько раз дую. Она у него как бы однонаправленное движение. То есть сейчас оттуда побежит вода. Вот эти вот пустоты воздушные в трубках заполнятся водой. Вот она, вот смотрите, видите, как она бежит? Вот. Ну, руку убери. Это я сам себе говорю. Ну, вы видели тот момент. То есть вода бежит хорошо, как из водопроводного крана, причем с хорошей такой наполненностью. Вот я на него уже поставил эту самую лилию. И сейчас немножко уберу безобразие. И мы постараемся увидеть, что у нас получилось в результате. То есть вот здесь вот обманчиво. У меня как бы оба фильтра в одном месте. Мы видим, что она лилия. И вот здесь даже можно видеть, что веточки там перестались колышутся. А вот собралась толпа разбор. Для них это наилучшее удовольствие попрыгать в потоке. То есть действительно. А вот, кстати, мой второй фильтр, рюкзачок. Вот в нем кусочек синтепона есть черный. Я его меняю по мере необходимости. Он чисто для механической очистки. Под ним мешок, а в нем керамика мелкопористая. То есть у меня настроен рюкзачок сейчас на маленькую скорость. Поэтому бактерии в нем работают практически в анаэробном режиме. И, в общем-то, идея в том, что этот фильтр сейчас мне понижает уровень нитрата. В то время как большой фильтр, в нем скорость повыше, в нем происходит окисление, допустим, нитритов и нитрат. То есть здесь я еще использовал тот факт, что фильтров два, и поэтому можно с ними по-разному, разную биохимию включать. Ну вот, в принципе, наверное, на сегодня все. Не будем больше рассказывать всякого разного. На один раз хватит. Большое спасибо. Надеюсь, это не было скучно. Оставайтесь, вы на правильном канале. Субтитры сделал DimaTorzok